Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Интер. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рада всех там увидеть. Ну что же, плоховато мы, конечно, стартовали. У нас поражение было вроде от Венеции, и в ничью мы сыграли с Миланом. Ну и сейчас посмотрим на наших дальнейших соперников. Во-первых, мы играем против Лацио, домашняя у нас игра. Потом играем в Лиге Чемпионов против Мадридского Реала, выездная против Торино и домашняя против Рома. То есть абсолютно все сегодня матчи очень для нас трудные, очень для нас важные в любом случае, особенно в чемпионате. Да и в Лиге Чемпионов тоже как-то с поражения стартовать не хочется, поэтому нам, скорее всего, придется. Сегодня все четыре матча, мне надо как-то это стараться, отыгрывать первыми составами, потому что, ну, вот как-то так. В Лиге Чемпионов вот здесь вот против вот этой команды, может быть, я бы и сыграл бы вторым. Ну уж точно не против Торино, не против Ромы, не против Лацио, не против Реала. Вторым составом играть не хочется. Поэтому давайте переходить к игре. Интер-Лацио мы играем дома, дождь на стадионе. Поехали. Итак, разминается Доминик Берарди. Сегодня он появляется в стартовом составе. Посмотрим на его игру. Интер против Лацио. Третий тур. Плохо стартовал, конечно, Интер. В начале этого сезона хоть и чемпионы прошлого. Но вот посмотрим, как мы сыграем сегодня против Лацио. Мы начинаем игру. Поехали. И хорошая передача на Бореллу. Без офсайдно можно выходить из обороны. И это 1-0. Как шикарно сейчас разыграли эту атаку. Эту атаку миланская команда. Шестая минута. Лаутаро Мартинес выводит вперед Интер. Очень важный гол сейчас забивают. В очень важном матче. Ну здесь Борелла все шикарно здесь, конечно, сделал. Ну и Лаутаро Мартинес там, наверное, с 9-10 метров. Пробивает. И 1-0. Отлично. Эриксон, неплохо. Эдин Джекко. Делай. Делай это. Отлично. 2-0. 18-ая минута. Отлично. Теперь вроде впервые Интер забил два мяча первыми. То есть мы и от Венеции там пропускали. Милану мы тоже забили первыми. Но там был один гол. Теперь в комфортном для себя счете мы будем действовать по ходу этого матча. Ну и все пока что замечательно. Так Лаутаро находит этим пасом. Разрывает причем оборону. Выводя Челхан углу 1 на 1. Хакан делает счет 3-0. Я не понимаю, что сейчас происходит с нашей атакой. Мы забиваем практически каждый свой момент. Что происходит в принципе с атакой у Лацу. Тоже они не забивают какие-то моменты. Но они у них появляются. Ну и оборона Лацу мне тоже несколько вопросов после их игры появляются, конечно. Лаутаро. Начал Хан углу. Тут наверное только подавать на дальнюю. Хотя я на Джека пытался. Но вот и Берарди. 44-ая минута. Отличный трансер у нас такой произошел. Улучшение состава. Поэтому забивает для себя. Вроде как дебютный гол. Для него и в принципе дебютный матч, если я не ошибаюсь. Линькович-Савич. Ух, какая передача-то сейчас. И все-таки 4-1. Проводилась она сейчас оборона. Я уже думал, там Хацанадо и будет забивать. Но нет. Забил имобили. 53-я минута. 4-1. Ну, то, что у меня схема в 3 защитника. Мне тоже это немного напрягает. Не умею я по такой схеме играть. Но какие-то свои все-таки минусы в каждой карьере должны быть. Сложности такие. Джеко. Развернул. Эриксен. Но это 5-1. Это 5-1. Просто шикарно сейчас развернули мы оборону Лацио. И я бы сейчас все-таки решился бы на тройную сразу взамен. Потому что у нас дальше игра против мадридского Реала. Надо бы нам состав освежить перед этой игрой. Так, супер. Лаутаро как сейчас разрезал. Пасом Коррео. И все. Коррео выводит 1-1 Лаутаро Мартинеса. Все. Лаутаро доиграл этот момент. Уложил Пепперейну на газон. И 6-1. 6-1. Интер забивает все, что может. Сегодня, мне кажется, даже по XG мы не наиграли на эти 6 мячей. Просто вот такое вот бывает. Так же, как у нас было в карьере за Дордонскую Боруссию, нам Спортинг забивал каждый свой момент. По XG они там даже на 1-1, на 1,5 гола, наверное, только наиграли. А в итоге мы пропустили от них 3. Коррео. Лаутаро Мартинеса все-таки. И Борелло. И Борелло. 7-1. 88-ая минута. Интер забивает все свои, наверное, мячи, которые не забили в предыдущих двух турах. Ворота Венеции и Милана. Вот решили отыграться на Лацу. И все. Финальный свисток. 7-1. Интер разгромил Лацу в третьем туре Чемпионата Италии. Покажут для нас это действительно самая крупная победа. Самое крупное достижение для нас. Посмотрел бы я по XG, действительно. Ну, кстати, нет. Мы забили абсолютно все свои моменты. Да даже Лацу на свой единственный гол полностью не наиграл. А вот мы 6-6. Округляем. Получается 7. Поэтому мы все свои моменты забили. Итак, нам приходит предложение от сборной Шотландии возглавить их сборную. Мы отклоняем. Так, пришло предложение у нас очередное по Сатриано. Снова с правого выкупа. Но попробуем договориться без. Ну и, естественно, Монтерей отклоняет это предложение. Итак, мы на пресс-конференции, посвященном первому туру и, в принципе, открытию Лиги Чемпионов. Так, вы сможете дойти до финала Лиги Чемпионов. Мы знаем, что нужно делать. Так. Мы определенно способны, скажем так. Так, Мартинес еще сыграет. Скажем, что ротация важна. Но, в принципе, Мартинес ключевой у нас игрок в нападении. Так, команда может начать с победы. Мы ждали этого матча. Все может быть. Давайте так лучше ответим. Потому что Реал самая титулованная команда в Лиге Чемпионов. Поэтому какие-то ставки я делать на этот матч уж точно не буду. Ну, хотя мы играем дома. Ну что же. Интер против Реала. Я даже не знаю. Придется мне, наверное, вместо Берарди и Лаутара Мартинеса вот кого-то выпускать на этот матч. Потому что, ну, Берарди очень уставший. Вместо него, ну, вот Лазара придется выпустить. Ну и вместо Мартинеса уж так уж быть Корея. Но, если что, потом выйдет вместо Корея Мартинеса, если там нам придется поднажать Мадридский Реал. Все, Интер Реал. Поехали. Итак, Лига Чемпионов на Сан-Сиро. Перформанс болельщиков Интера это Самюэль Этео. Мы заряжены сегодня на достижение цели. О том, чтобы победить в первом матче в Лиге Чемпионов. Тем более еще и против Мадридского Реала. Брозович Корея неплохо, как Эриксон на Челхануглу. И это 1-0. Хакан Челхануглу выводит вперед Интер на 23-й минуте. Забиваем. И, слава богу, у нас это получается. Отлично. Первый гол в составе Интера. Тоже так, для истории в этом сезоне забил именно Хакан Челхануглу. Аккуратно вот так вот по бильярдному в дальний нижний угол. Ну и счет в пользу уже хозяев. Немножко не дотянулся здесь Тибо Куртуа. Ну и замечательно. Дебютный гол, во-первых, еще и Челхануглу забивает за Интер в Лиге Чемпионов. Немножечко пас назад все равно нужен Джека на Лазарова. Никто не держит, поэтому можно продвигаться дальше. Подача на дальнюю. И какой гол! Хуакин Корея! Даже я не ожидал, что такой гол может пройти. Лазара отлично навесил. Хуакин Корея на дальней отлично пробил. Отлично забил. Выиграл еще и вверх. Просто супер все. Ну и все. Куда-то так, естественно, Реал. Пошел в атаку, поэтому на вот такой контратаке мы можем их словить. На Лазарова передача. И 3-0. 3-0 дубль Хуакина Корея на 90-й минуте. И снова, кстати, Лазара. Снова Лазара дает на него этот голевой пас. Получается, вот эти наши парни, как раз вместо Берарди, вместо Лаутар Мартинеса. Я решил выпустить на этот матч в старте Лазара и Хуакина Корея. И они сделали. Забили два мяча. И вот отдали две голевые передачи. По четыре результативных действия они сделали. Вообще замечательно. Ну, в сумме имею в виду четыре. Вот. Поэтому как-то так. Анчелот, естественно, недоволен. Такой игрой от мадридского Реала просто разнесли Реал на Сан-Сиро. И все. Финальный свисток. Разгромная победа Интера над мадридским Реалом. Все замечательно. Первое место, я надеюсь, точно уже за нами в группе. Давайте посмотрим по XG. Мы ровно, кстати, на три мяча наиграли. Но и Реал на один наигрывал. Но забить, к сожалению, не получилось. У нас очень хорошо отыграл Самир Ханданович. Так. Ну и Шахтер сыграл, кстати, в ничью. Вот поэтому точно первое место за нами. Так. Вакансии по работе со сборными. Россия и Канада интересуются мной. Понятно. Лазара. Тренер хотел поблагодарить за то, что дали мне шанс проявить себя. Мне кажется, теперь я готов к играм в чемпионате. Надеюсь, вы не забудете обо мне. Подбирая состав на предстоящие матчи. Продолжай работать. Так. Блестящий юноша. Главная победа. Блестящий юноша, наверное, так. Юноша, ты сегодня просто блистал. Продолжай тренироваться и играть в том же духе. Болельщики будут видеть тебя чаще. Ну, не знаю. Чисто на заменке. Может быть, я бы его и выпускал. Мы, кстати, сейчас после третьего тура на восьмом месте поднимаемся потихоньку. Так. Ну что же. У нас сейчас выездная игра против Торина. Они хоть и идут на шестнадцатом месте, я все равно не могу так сильно прям рисковать. Поэтому выпущу первый состав. Вот. Я посмотрел там что-то Берарди. У нас, в принципе, до сих пор даже не отдохнул. Как будто ему надо больше дней на восстановление. Он, в принципе, даже с Реалом не выходил. Поэтому выйдет снова Лазара. То есть, в принципе, заслужил место он в стартовом составе. Но Берарди, может быть, все свои силы на тренировки там как-то отдал. Поэтому, ну, Лазара абсолютно заслуженно попадет сейчас в стартовый состав. Торина, Интер. Уже какой-то там четвертый у нас тур чемпионата Италии. Поехали. Итак, Лаутаро Мартинес забил три мяча в трех последних матчах. Ну, должно быть, в чемпионате именно Италии. Потому что в Лиге чемпионов он не выходил. Поэтому он забил дубль в ворота Лацо. И вот я точно не помню, забивал ли он либо Милану, либо Венеции. Поэтому как-то так. В любом случае, хорошая у него статистика. Посмотрим, забьет ли он сегодня. Все-таки против Реала он не вышел. Его отлично подменил Хуакин Корея. Поэтому вот. Ну, а Лазара, в принципе, для себя место в стартовом составе сегодня заслужил. Благодаря своему такому дублю голевыми передачами на Хуакин Корею. Поэтому точно заслужил видеть забегание Челхану Глу. И один Джеку не забил. Здесь, кстати, как Маннель отыграл. Отлично отбил. Пытался Джека в дальний угол прям пробить, чтобы Маннель не дотянулся. Но нет. Кончиками пальцев перевел голкипер на угловой. Я, в принципе, не вижу Джека. Он на ближней штанге. Так. Забег к ближней тогда давайте вот сюда куда-нибудь. И снова удар от Джека. И здесь все-таки забил. Все-таки вот эта вот тактика сработала. Забега на ближнюю штангу. И получилось. Джека сам заработал этот угловой. Сам и пробил с него. Хороший, конечно, момент. Но вот этот момент, мне казалось, надо как-то было получше Маннелю отыграть. Не так уж сильно и опасно. Рядом с ним причем мяч пролетел. Сильно, наверное. Но в предыдущий момент был просто шикарный прыжок. Еще и для комсомольской правды. Но Эдин Джека забивает свой второй же гол в третьем матче. Отлично. Разыграли. Тут просто под передачку кому-нибудь. Ух, как сейчас вскрыли оборону-то. Вы просто посмотрите. Не понимаю, почему там голкипер не вышел, защитники не вынесли. Но я на самом деле отдавал передачу куда-нибудь там в центр. На Джека того же. Но нет, Боррелла отлично. Влез в эту штрафную. На дальнюю штангу. Отлично. И все. Смотрим еще раз. На этот гол. Ну просто супер. Мне почему-то казалось там либо все-таки закроет мана или ворота. И не даст пробить. Попадет Боррелла именно во вратаря. Но нет. Забил. Поздравляем с забитым мячом. Ну и все. И провалилась наша оборона. Я уже не знаю, кем отходить назад. Но отлично. Здесь шкринер. Аф тогда защищался. И какой удар. Как вот серьезно. Сейчас просто понятно, что выиграем. Но все равно как забил Белоти. Я просто уже пытался на вынос мяч вынести. Потому что видел сколько осталось времени до конца первого тайма. Но как не потащил этот удар Ханданович. Смотрим. Вот здесь вот я отобрал. Выносил. Попал в своего же игрока. И вот Белоти. Не знаю сколько здесь. Там 25, может 24 метра до ворот. Еще и в дальнюю девятку. Вы просто самую девятину. Но забил уж точно. Он самый красивый гол. Мне кажется даже сезона это будет. Но очень конечно странно. Опасный момент. Кордова. Ой-ой-ой-ой-ой. И все-таки сравнивает Торина. Вот. Из-за того, естественно, гола Белоти. Все и у нас пошло. Нельзя было. Нельзя было даже тот момент пропускать. Ну а здесь чисто игровой момент. Еще и голевая от Белоти. Наверное, вот этими ножницами он отдал. Но 20 минут у нас еще есть. Чтобы выйти вперед. Вот. Упустили преимущество. Хорошие в два мяча. Джека. Через Каре. Ой, как Каре. Это сейчас входит уже в штрафную. Хлокин. 3-2. Не зря выпустил этого парня. У Лаутаро Мартинеса не пошла определенная игра сегодня. Поэтому пришлось его заменить на Каре. Но все-таки Хлокин снова забивает. Он забил в Лиге Чемпионов дубль. Вроде, если я не ошибаюсь, да. С двух голевых от Лазара. Ну и вот. Сейчас забил очень важный гол. Вывел вперед на выезде Интер против Торино. Тот через Бореллу. Хлокин отдает все-таки передачу на Джеко. Эдин Джеко с левой ноги. 4-2. Это, скорее всего, уже точно победа. 10 минут до конца. И снова Интер дуплетом забивает два мяча, как это и было в первом тайме. Тоже вели 2-0. Упустили преимущество. Торино получилось сравнять счет. Но все-таки дожали. Все-таки дожали. Каре, можно сказать, сделал второй тайм в этом матче. У него гол плюс пас. Ну что же, напряженный, конечно, матч был. Но все-таки уверенная победа на выезде. 4-2. Нервы, конечно, болельщикам пощекотали. Тем, что вели 2-0. Потом свели счеты в 2-2. Особенно хозяева. Но победу добыть нам получилось. Мы наиграли на 5 мячей. Торино вот свои 2 забили. Ну и лучшим игроком матча. Сейчас посмотрим, кто же все-таки стал. Стал все-таки Джек. У него дубль плюс голевая передача. Поэтому, мне кажется, все заслужено. Так, ну и сейчас, кстати, перед пятым туром. Интер идет на четвертом месте. У нас 7 очков. Кстати, посмотрите на Венецию. Венеция там громит всех и всюду, наверное. Но только вот Ювентуса получилось. 4 победы на старте добыть. Так, ну а сейчас у нас очень важная игра. Мы будем бороться. За третье место. Потому что, ну понятно, что Ювентус там победит. Мы их, в принципе, никак уже не догоним. Но, если мы обыгрываем Рома, у нас будет 10 очков. Венеция уже сыграла свой пятый тур. Вот, поэтому максимум только третье место мы можем сейчас побороть. Поэтому вот это вот как раз матч за 6 очков, как говорится. Итак, кто одержит верх? Парни долго тренировались. Давайте ответим так. Так, как считаете, у вашего соперника подорван боевой дух из-за того, что мы прошлый матч уверенно в плюс 2 мяча обыграли? Так, команда хорошо играла. Снова ответим так. Так, вы добьетесь стабильности в игре команды. Вы увидите, что мы из себя представляем. Ну что же, домашняя у нас игра. Интер против Рома у нас кто тут в лидерах голевых. Джека три мяча, Берарди, кстати, три мяча. То есть мы его уже купили с тремя мячами. Потому что... А, ну и он еще один, да, забил. Поэтому вот. За нас там он. Только один мяч. И положил. Ну давайте Берарди все-таки выйдет. Он вроде отдохнул. Там дальше я сейчас посмотрю, с кем у нас. Игра, в принципе, ну, Аталанта. Поэтому там-то может быть что-то из себя. И покажет Лазара на правом фланге. Может быть. Но это не точно. Поэтому Интер против Ромы. Поехали. Итак, домашний стадион Интера. Сан-Сиро, Джузеппе Миаце. Как угодно. Принимает очень интересный матч сегодня. Последний в сегодняшнем выпуске. Против Ромы. Третья строчка. Будет играть против четвертой. И сейчас Интер может побороться за третье место в чемпионате после пяти туров. Лаутаро сейчас замечательно вступил в отбор. В Челхануглу. На Джеко. Тот на Доминико Берарди. Берарди как сейчас разобрался. Берарди. И забивает. Вот так парень. Не выходил у нас против Мадридского Реала в Лиге чемпионов. Не вышел против Торино. Но вышел против Ромы и забил. Также он забивал ворота Лацо. И уже это для него четвертый гол. Он два забил за Соло, как я понимаю. Ну и вот еще и Наса вывел вперед. Вообще замечательно. Не выпускал его не из-за игровых каких-то качеств. А просто вот как-то вот у него выносливости наверное сильно не было. Либо на тренировках. Сильно уставал. Поэтому вот сейчас силы вроде как накопил. На третьей минуте уже выводит Интер вперед. В очень важной для нас игре. И Лаутаро в дальний. И это 2-0. Вот Лаутаро копил наверное свой гол. Не против Торино забить. А против Ромы. Первым же ударом аргентинец смог увеличить наше преимущество. И снова мы кстати забиваем в сегодняшнем выпуске больше двух мячей. Мячей. Ну вот как минимум 2 в каждом матче. Мы забили 2 подряд ворота Лаутцо. Мы забили 2 подряд ворота Мадридского Реала. Мы забили 2 подряд ворота Торино. И вот сейчас снова забиваем ворота Ромы. Главное его теперь как против Торино нам не пропустить. И снова трепать нервы болельщикам. Берарди. Отлично. Пасом находит Дядина Джека. Который нацелен в принципе сегодня наверное забить и забивает. Забивает ворота своей бывшей команды. Праздновать он естественно не будет. Но 3-0. 3-0. Можно сказать уже точно. Что в каждой игре мы забиваем ноут по 3 мяча. Поэтому как-то вот так. Вот минимум сегодня мы забивали это только ворота Мадридского Реала. Как раз 3. Потом идет 4 ворота Торино. 7 ворота Лацуо. Так что в атаке у нас проблем как мы видим нет. Надо что-то делать с обороной. Схему менять сразу говорю не буду. Опасный момент. Майор Раль решил перебросить. И получается. И получается. Я не сильно решил там выходить-то за Ханданович. Я думал не сильно-то и получится у Майор Рали. Но нет. Буквально 1 сантиметр там все и решил. Ну и вот снова. Говорю же. Проблемы. Надо уметь играть и учиться в защите. Лаутаро. На Джеку. Как же прошла эта передача. Эдин Джеку. И Берарди в дальние. Отлично. 4-1. 90-ая минута. Доводим счет мы до разгромного. И все. Финальный свисток. Берарди забил кстати свой пятый мяч в четвертом матче. Мне кажется сейчас он там должен выйти в топ лидеры. Есть там конечно и мобили. Не забил. Очередной свой мяч. Ну все. Здесь общаются друг с другом. Там и Джека подошел. Пообщался со своими бывшими одноклубниками. Но для нас победа была наверное нужнее и важнее. Потому что мы сейчас выходим на чистое третье место. По ИСД мы наиграли только на 3 кстати. Но вот Роман чисто на свой гол то и наиграл. Ну что же. Действительно мы занимаем третье место. В лидерстве мы на 2 очка. Опережаем Болонью. Но на 5 очков отстаем. До Пьементо Кальчо. То бишь Ювентуса. В отрыв кстати ушел. Сейчас посмотрим. Действительно Берарди и Джека. У нас 2 лидера теперь по бомбардирской гонке. Вот так вот купили Берарди. Несмотря на его заслуги в Сосуоло. У него 5 забитых мячей в 4 матчах. Вообще шупер. И он теперь у нас лидер бомбардирской гонки. Так ну на этом все. В следующем выпуске нам предстоит сыграть против Аталанты. Они идут кстати на 6 строчке. И в принципе очень плотно. Если они нас обыграют. То и они могут на 3 место попасть. Поэтому нам это ни в коем случае не нужно. Будем бороться до конца. Сегодня у нас более успешный выпуск за Интер получился. На этом все. Ребята. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол это жизнь. До новых встреч друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...